Друзья, всем привет! 24-й год подходит к концу и могу сказать, что это был фантастический год для фанатов Xbox'а. Под конец года, уверен, практически ни у кого не было возможности поднять голову, так как новых игр выходит столько, что играть во всё лично у меня не хватает времени. А впереди ещё и праздники и сейчас хочется просто поблагодарить нашу игровую жизнь, да, за то, что у нас сложилась такая ситуация, что игр выходит больше, чем мы можем в них сыграть. Это реально круто! Геймпасс сыпет и сыпет релизами и останавливаться не собирается. И хоть мы сейчас и перегружены выходящими играми, тем не менее хочется с вами взглянуть на то, что же нас ждёт в 25-м году. И в этом видео поговорим про все самые ожидаемые и известные релизы геймпасса в 25-го года. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Ну а если вам нужны игры или подписки на Xbox или PlayStation, то пишите нам в магазинчик, мы вам всё поможем, всё расскажем и оформим в лучшем виде. Ссылочка в описании. И невероятное спасибо всем, кто поддерживает и пользуется нашими услугами. Вы очень сильно поддерживаете моё творчество. Спасибо. Эвад от Obsidian это тёмная лошадка Xbox, которая может стать одним из главных релизов Xbox в 25-м году в жанре экшн-рпг. Геймплей предлагает свободу в выборе стиля боя и комбинации умений. Игра не ограничивается, знаете, там, стандартными классами. Можно одновременно использовать меч, магию и огнестрельное оружие. Авторы игры делают особый акцент на нелинейности, собственно, как и все игры от Obsidian. От решения игрока будет зависеть исход многих квестов и судьба персонажей. Возможных финалов тоже несколько. Релиз запланирован на февраль 25-го года и будет в геймпассе с первого дня выхода, как и все остальные игры из этого видео. Atom Fall это постапокалиптический экшн от первого лица от студии Rebellion, известный по серии Снайпер Элит и Зомби Армии. Действие игры разворачивается на севере Англии, спустя 5 лет после катастрофы на атомной электростанции. Игрокам предстоит раскрыть мрачную тайну, связанную с этим инцидентом, и узнать шокирующую правду о том, что на самом деле произошло на реакторе. Atom Fall предлагает исследовать обширную вымышленную зону отчуждения с живописными холмами, зелеными долинами и тихими деревеньками. Но за этой красотой скрывается множество опасностей и тайн. Чтобы выжить в этом негостеприимном мире, игрокам необходимо будет искать ценные ресурсы и мастерить из них полезные предметы и оружие. Каждый найденный объект может стать ключом к выживанию, будь то импровизированные укрытия, медицинский припас или смертоносное оружие. Релиз запланирован на март 25 года. Новая часть легендарной серии Doom Dark Ages выйдет уже в следующем году и, наверное, является одной из самых-самых ожидаемых релизов предстоящего года. В основе геймплея по-прежнему будут динамичные перестрелки с использованием разнообразного оружия и эффектные рукопашные сражения. Создатели добавили в игру новые виды вооружения, бумеранг, щит в виде бензопилы, цепь для ближнего боя и оружие, способное стрелять костями. Главное отличие от предыдущих частей – атмосфера. Если в предыдущих частях франшизы герой побеждал там монстров в современности, то теперь действия перенесутся в альтернативное суровое средневековье, где будет рассказываться история остановления загадочного Doom Gaia, главного героя игры. Релиз запланирован на 25-й год, пока без точной даты. Source of Midnight – приключенческая игра от создателей Contrast и The Happy Few. Сюжет развращивается на юге США. Главная героиня Хейзл после сильного урагана оказывается на неизвестных ей землях и отправляется в путешествие по безлюдным краям. Там она встретит множество мифологических существ, о которых рассказывается в фольклоре местных жителей. Девушке предстоит подружиться с самыми разными существами, взять их под контроль и раскрыть тайны, связанные с их происхождением. Хейзл почти ничего не знает о прошлом в своей семье, но твердо намеренно узнать всю правду. Особенности игры являются тем, что главная героиня откроет в себе уникальные способности, которые позволяют ей буквально прясть магические сети для поимки мифических существ. И ей предстоит сражаться с опасными врагами. Атмосфера и музыка погрузят игрока в атмосферу южных народов США. Релиз в 25-м году, без точной даты пока что. Replaces – фантастический и долгожданный экшн-платформер в духе ретро-футуризма. Действия игры разворачиваются в альтернативной Америке 80-е. Главный герой – Рич. Искусственный интеллект, заточенный в человеческом теле. Это необычное существо пытается найти свое место в жестоком мире будущего, постепенно опознавая себя и адаптируясь к реальным постоквалинического общества. По мере развития сюжета Рич начинает понимать, что за его созданием и нынешним положением стоят зловещие тайны, связанные с могущественными корпорациями и безжалостными криминальными группировками. Действия игры разворачиваются в Фениксе, некогда процветающем городке, превратившемся после катастрофы в мрачные трущобы, где человеческие органы стали ходовым товаром, а жизнь не стоит и гроша. Чтобы выжить и докопаться до истинной Рич, придется научиться взаимодействовать с местными жителями, избегать опасности и участвовать в жестоких сфатках, постепенно развивая свои способности и обрастаясь союзниками. В основе игрового процесса лежит классическая формула 2.5D, платформера, с элементами экшена и исследования. Игроку предстоит управлять Рич, перемещаясь по многоуровневым локациям, преодолевая препятствия и вступая в сфатки с многочисленными противниками. А еще у игры просто невероятная стилистика, релиз в 2025 году. Frostpunk 2, игра в жанре градостроительного симулятора и симулятора выживания, разработанная компанией 11bit Studio, игра в сеттинге стимпанка. Действие игры происходит в альтернативной вселенной в городе Нью Лондон, спустя 30 лет после первой части. Игроку представляется роль наместника, управляющего городом. В Frostpunk 2 можно построить гораздо более масштабный город, чем в первой части. Также можно возводить отдельные районы. Каждый район несет определенную функцию, например, производство пищи или энергии. Дополнительные функции каждого района можно разблокировать специальными зданиями. В городе действуют разные фракции с конфликтующими идеями. Игроку доступно для изучения дерева идей, и с помощью которого можно разрешить проблемы разных фракций. Игра уже вышла на ПК и все еще ждет своего релиза на Xbox и в Xbox Game Pass. Релиз в 2025 году. Fable. Это будущая ролевая игра в жанре экшн-рпг, разработанная компанией Playground Games. И без преувеличения одна из самых ожидаемых игр в 2025 году для фанатов Xbox. Ну, по крайней мере, для меня так точно. Действие происходит в вымышленном мире Альбион. Новая Fable позиционируется как перезапуск серии. Она призвана обновить серию современной игровой механикой и визуальными эффектами. Сюжет разворачивается спустя много лет после первого столкновения с астероидом. Мир полностью преобразился, но средневековый антураж сохранен. Главный герой должен предотвратить повторение катастрофы. Что касается боевой системы, то игра будет похожа на Ведьмак 3, судя по всему. Релиз где-то в 2025 году. Очень жду. Lost in Random The Eternal Die – это динамическая роговая лайт-игра, где много подчинено воле случая. Действие происходит в увлекательных мирах случая. А играть вам предстоит за Александру, которая, заручившись помощью удачи, будет бросать кубик, уклоняться, ускоряться и с боем пробиваться через тюрьму, где судьбу случая решает отъявленный злодей. Вас ждут атмосферные ландшафты. Вы пройдете через 4 таинственных, создаваемых случайным образом мира, у каждого из которых свой уникальный флэр и стиль. Релиз в 2025 году. Hollow Knight Silk Song – сиквел уже легендарной Hollow Knight. Сюжет рассказывает о Hornet, которая путешествует по огромному незнакомому миру. Оказавшись вдали от дома, Hornet должна противостоять новым врагам, заключать союзы и разгадывать тайны этой странной земли. Геймплей во многом похож на своего предшественника, с упором на скорость, бой и платформинг. Долгожданная Hollow Knight Silk Song должна выйти в 2025 году наконец-то. Снайпер Элит Ресистенс. Новая часть франшизы Снайпер Элит от Rebellion. Действие игры происходит в оккупированной нацистами Франции 1944 года. В игре сделан упор на скрытность, стратегические перестрелки и тактические маневры. Фирменная рентгеновская система убийств возвращается, с еще более детализированными эффектами. Кроме стандартного стержанного режима, в игру добавлены уникальные пропагандистские миссии, побочные задания, активируемые найденными плакатами, в которых игроки берут на себя роль бойцов сопротивления. Впервые игра поддерживает кооперативный режим, а также включает многопользовательский режим с функцией Axel Invasion, где игроки могут вторгаться в компанию других пользователей. Релиз 30 января 2025 года. Subnautica 2, действие которой разворачивается на другой планете по сравнению с предыдущими играми. Она гигантская и полностью покрыта водой. Планету создали с нуля, игроки выступают в роли там первопроходца, который отправляется исследовать далекий мир. Но что-то идет не по плану, не стря на трудности искусственный интеллект космического корабля настаивает на продолжении миссии. На таинственной планете, покрытой гигантским океаном, слишком опасно для людей, но герою предстоит адаптироваться, в том числе при помощи генетических улучшений. Разработчики реализовали в игре обновленную систему строительства. Она позволит игрокам создавать продвинутые подводные аппараты, инструменты и базы, чтобы лучше адаптироваться к неприветливому миру. Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году и пробудет там около 2-3 лет. Новая Call of Duty образца 2025 года. Пока каких-то официальных подробностей о новой части колды нет, но очевидно, что в 2025 году нас она ждет. И по последним данным, действия будут разращиваться в 2035 году, а главным героем станет Дэвид Мэйсон из Black Ops 2. И по сути, новая колда станет продолжением Black Ops 2. В игре будет шпионская атмосфера, а главной темой станет информационная война. Ну и конечно же, она будет доступна по геймпасу с первого дня выхода. Релиз, как обычно, осенью 2025 года, поэтому ждем. Forza Horizon 6. Опять же, пока новостей нет, но есть все шансы, что новая часть Forza выйдет в 2025 году, так как с момента релиза прошлой части пройдет уже около 4 лет. Обычно серия Forza Horizon вообще выходит с интервалом 2 года. Ну и давно ходят слухи, что действия новой части будут развиваться в Японии. Что ж, посмотрим. Если анонсы будет, то он будет в первой половине 2025 года. И это уже будет шестой релиз от внутренней студии Xbox в 2025 году. FBC Firebrick. Первая мультиплеерная игра от Remedy во вселенной Control. В FBC Firebrick игроки возьмут на себя роль бесстрашных сотрудников Федерального бюро контроля. Им предстоит противостоять паранормальным угрозам старейшего дома. Это не DLC и не сиквел Control. Это именно отдельная игра, в которой можно наслаждаться вместе с друзьями, проходя множество напряженных кооперативных миссий. В игре будет глубокая прогрессия и широкие стратегические возможности. Разработчики считают, что FBC Firebrick сможет позволить игрокам взглянуть на мир Control с другой стороны, с которой прежде его никто не видел. Релиз в 2025 году. Winter Burrow. Это уютная игра на выживание в лесу, где игрок управляет мышонком, возвращающимся домой для восстановления своего детского убежища. Исследуйте мир, собирайте ресурсы, создавайте предметы, вяжите теплые свитера, пеките пироги и встречайте местных жителей. Релиз в 2025 году. Citizen Sleeper 2. Космическая инди-рпг будет гораздо более масштабная по сравнению с первой частью. У игроков получится выбрать собственный класс, собрать команду и принимать серьезные решения. Основные механики вдохновлены настольными играми, а самостоятельный выбор геймера станет важной частью прохождения Citizen Sleeper 2. По сравнению с первой частью, мир стал больше и разнообразнее. В ходе приключения предстоит принимать и выполнять самые разные контракты, в которых вознаграждается любопытство и внимательность. Релиз в 2025 году. Slate of Hand. Это нуарный карточный стейлс-экшен от ветеранов индустрии, которые ранее работали на Tomb Raider, Metal Gear Solid и Богом Войны. Главной героине Леди Удача, уважаемые оккультные детективы в отставке. Сюжет разворачивается в таинственном городе Степл-Сити, средоточащий порокой запретных удовольствий. Здесь знания ритуальной магии и обладания проклятыми артефактами определяют положение человека в обществе, разделяя жителей на богатых и бедных. В этом городе Леди Удача предстоит отыскать людей из своего прошлого и разобраться со своими старыми демонами. В арсенале главной героини колода проклятых карт, каждая из которых обладает уникальным эффектом, а также искусство дымовой магии. С их помощью Леди Удача сможет незаметно расправляться с противниками или ловко ускользать от их внимания, оставаясь в тени. Игроку предстоит проявить смекалку и тактическое мышление, подбирая идеальный набор карт для каждого уровня и каждой ситуации. Релиз в 2025 году. Claire Obscure Expedition 33 – это пошаговый RPG с уникальной механикой реального времени, разработанной студией Sandfall Interactive. Игра помещает игроков в невероятно красивый мир, где они должны присоединиться к отчаянной экспедиции с целью остановить таинственную художницу, которая каждый год пробуждается и рисует на своем монолите число, приводящее к исчезновению всех, чей возраст совпадает с этим числом. В этом путешествии вы увидите захватывающие пейзажи, открываете скрытые задания и разгадываете тайны. Нахотите союзников среди существ из легенд и встречайте уникальных компаньонов. Используйте новые способности передвижения и раскрывайте тайные места на карте. Создайте уникальную экспедицию, используя разнообразные снаряжения, навыки, параметры взаимодействия между ее участниками. И в конечном итоге остановите таинственную художницу. Это одна из самых ожидаемых вир 25-го года, релиз весной 25-го года. В Учан Фоллн Физерс это экшен РПГ в стиле Сол Слайк. Действия происходят в землях Шу, врачные и неспокойные времена заката династии Мин. Империю раздирают между усобицей, а таинственная хворь порождает кошмарных чудовищ. Вы играете за Учан, бывалую пиратку и грызу морей, потерявшую память. Ей предстоит столкнуться с призраками прошлого и выжить после заражения жуткой пернатой хворью. Исследуйте глубины Шу, собирайте арсенал оружия и осваивайте новые навыки, побеждая врагов. Совершенствуйте боевой стиль, жертвуя таинственную красную ртуть. И получайте новые техники в этом захватывающем экшен приключениях. Усиливайте оружие мощными чарами и вырабатывайте свою уникальную манеру боя. Вас ждут глубокий сюжет, динамическая боевая система и невероятные красоты приключения в землях хаоса и смерти. Сможете ли вы узнать правду о проклятии Учан и принести мир в Шу или падете жертвой кошмаров? Узнаем уже в 25 году, это также одна из самых ожидаемых игр. Микстейп – это приключенческая игра, которая рассказывает историю в последний вечер старшей школы, когда трое друзей решают отправиться на одно последнее приключение перед расставанием. Игроки будут проходить через серии воспоминаний, сопраждаемых классным саундтреком. Плейлист сопраждающих героев приведет их к переосмыслению ключевых моментов юности, таких как первый поцелуй и последний танец. Игровой процесс предлагает разнообразные активности, квинтэнсенцию, подростковой жизни. Можно рассекать на улицах, на скейтборде, парить в небесах, фотографироваться в заброшенном парке аттракционов, отбивать бейсбольные мячи и устраивать фейерверки, сидя на заднем сидении автомобиля. В общем, релиз в 25 году – невероятная атмосферная игрушка, судя по всему. Towerborn – это новая игра от студии Stoic, создателей трилогии Banner Saga. По сюжету игрок попадает в мир, где человечество на грани вымирания. А единственным убежищем является колокольня, огромная башня, окруженная руинами города Читил и полчищами Чудовищ. Главный герой – Эйс, воскрешенный дух, который обладает навыками и решимостью защищать жителей колокольни. Вам предстоит сражаться с врагами, исследовать дикие земли и раскрывать тайны этого мира. Герой может настраивать своего Эйса, выбирая его внешний вид, оружие и экипировку. Также можно призывать духов, которые будут помогать в бою, давая новые способности и усиления. После каждой вылазки можно вернуться в колокольню, чтобы починить снаряжение и пообщаться с другими персонажами. Релиз в начале 25-го года, как и все игры с данного видео, будет в геймпасе с первого дня выхода. Мародеры – это многопользовательский тактический шутер с видом от первого лица. Сюжет игры разворачивается в альтернативной вселенной 90-х годов, где Первая мировая война не закончилась, а Земля была истощена индустриализацией. Игроки выступают в роли космических пиратов, пытающихся выжить в космосе на своем корабле. Задача игроков – совершить набеги на другие корабли и астероиды, чтобы добыть ценные материалы и улучшить свое снаряжение. Но другие игроки также захотят получить ресурсы и не дадут спокойно работать. Нужно быть готовым к жестоким боям и тактическим решениям, чтобы одержать победу над соперниками. Вам нужно устраивать набеги и грабежи, также возможно объединение с другими игроками в команды до трех человек. Из прокачки доступно улучшение снаряжения, добавление модификации, открытие свежих предметов за полученный опыт и даже улучшение кораблей. Игра уже вышла на ПК, но на консолях ожидаем в 25-м году. Рутин. Космический хоррор с видом от первого лица. Действие игры разворачивается на заброшенной лунной станции. Игроку предстоит выяснить причины исчезнения команды комплекса и найти способ выбраться. В ходе прохождения нужно исследовать лунную станцию, на которой происходят ужасные вещи. Герою придется выжить среди обезумевших андроидов. Персонаж сможет не только прятаться, но также сражаться с помощью различных приспособлений. Постепенно будут открываться новые возможности. Отсутствие любых индикаторов на экране, реалистичная физика, нелинейное прохождение. Все это поможет нам погрузиться лучше в атмосферу игры. И самое главное, большое количество различных концовок. Все это нас ждет в 25-м году. Арк 2, который все никак не выйдет, это выживач в открытом мире. Героям предстоит собирать ресурсы, строить базу, сражаться с животными, готовить пищу. И заниматься другими бытовыми делами. Игроки смогут объединяться в отряды и исследовать мир вместе. А также сражаться с другими командами за территорией снаряжения. В Арк 2 появятся перекаты, блоки парирования, специальные атаки. В бою можно будет делать комбо и использовать активные навыки. Продолжение многопользовательского симулятора выживания должен наконец-то выйти в 25-м году. Войт Трейн это игра про выживание, где игроки вынуждены перемещаться по большому фэнтезийному миру на своей межпространственной технике, спасаясь от опасностей. Сами игроки выступают в качестве механиков и могут модернизировать машины, начиная от маленькой тележки до полноценного поезда с помощью полезных предметов и найденных конструкций. Релиз в начале 25-го года. Маннер Лорд. Симулятор строительства своего поселения в средневековье. Игрок берет на себя роль лорда, который должен развивать всю стартовую деревню до большого города, обеспечивая жителям всем самым необходимым. Общий игровой процесс напоминает серию Энна от Юбисофт. Для развития поселения необходимо строить там дороги, возводить здания, добывать еду и привлекать новых жителей благами цивилизации. Игра уже вышла в ПК Геймпасс и вскоре должна выйти на консолях в 25-м году. Vapor World Over The Mind. Это экшен-платформер, событие, которое разворачивается в мире, наполненном кошмарами. Игра не предстоит за мальчика, который погружается в чертоги своего безумевшего сознания. Игра сочетает в себе сложные сражения со стелсом и головоломками. Окружение и персонажи полностью нарисованы вручную с использованием динамической перспективы. В игре будет множество уникальных способностей и предметов. И невероятная атмосфера. Релиз где-то в 25-м году. Football Manager 25 должна была выйти в ноябре 24-го года и была перенесена на март 25-го. Если вы являетесь фанатом спортивных игр, то эта игра для вас. Если вы уже играли в одну из прошлых частей, то вы знаете, что вас ждет. Это одна из самых детально проработанных игр с точки зрения менеджмента игровых команд. Релиз в 25-м году. 33 Immortals. Кооперативный экшен-рагалик, рассчитанный на группу игроков. Игра рассказывает историю проклятой души, которая не согласна с приговором о вечном наказании. В игре есть система мгновенного подбора игроков, которая переносит в эпические совместные битвы и рейды, объединив лучшие элементы ММО-игр. Противника невозможно победить в одиночку. Нужно выбирать навыки и тактику, чтобы сделать команду сильнее и переломить ход битвы в свою пользу. Каждый рейд отличается от предыдущего благодаря случайной генерации врагов, препятствий и наград. Можно подбирать различное оружие, усиленное грехами и добродетельными, а также развивать свою душу, получая постоянные улучшения. Релиз в начале 25-го года. Eternal Strands. Экшен-РПГ от ветеранов и создателей Dragon Age и Assassin's Creed. Сражайтесь с разнообразными врагами от человекоподобных существ до огромных тварей. Подчините окружающую среду температуру, и они помогут вам в битвах с фантастическими существами. Например, огненное дыхание дракона легко сразит за леденевший миньон. Карабкайтесь на любые стены и прокладывайте новые пути магии. Исследуйте мир в поисках затерянных тайн, анклава и бросьте вызов титанам на своем пути. Ваше оружие – весь мир. В основе Eternal Strands лежит революционная система игровых взаимодействий, распространение тепла, холода и разрушения. В реальном времени обеспечивают беспрецедентный темп боя. Ширяйте горящие стволы с помощью телекинеза, ломайте деревья, чтобы блокировать огонь противника, или чистой силой отрывайте камни от земли. Релизу в 25-м году. И как и все игры из этого видео, будет в геймпассе с первого дня. Wheel World – приключенческая игра с открытым миром от Annapurna Interactive. Игроки берут на себя роль молодой велосипедистки Кэйт, которая предстоит выполнить важную миссию – спасти мир от полного разрушения. Исследуйте открытый мир в поисках редких деталей для проведения ритуала Великого Превращения и побеждайте в велосипедных гонках, в которых участвуют элитные команды. Особое внимание уделено к кастомизации. Игроки могут по мере прохождения собирать различные детали, чтобы создавать свой неповторимый транспорт, будь то для экстремальных гонок или расслабленного исследования окружения. Релизу в 25-м году. The Alters – игра в жанре выживания и научно-фантастики от студии Eleven Beat Studio. По сюжету главный герой был простым рабочим, пока однажды не оказался в безысходной ситуации. Его космический корабль совершил вынужденную посадку на далекой необитаемой планете. Игроку предстоит выжить в полном одиночестве на незнакомой территории. Единственная надежда на спасение – найти людей, которые помогут запустить мобильную базу. В отчаянии игрок прибегает к необычному решению. Он использует местное вещество под названием Rapidi, чтобы создать несколько копий самого себя, альтеров. Основная цель игры – добраться до безопасной точки на поверхности планеты, где корпорация EleCorp, на которую работает главный герой, сможет провести экстренную эвакуацию. Игровой процесс можно разделить на два этапа. Этап сбора ресурсов, необходимых для выживания, и ремонта базы. А также этап управления самой базой и ее персоналом, состоящим из угонов главного героя. Игра окружена прекрасными видами, которыми мы сможем насладиться в первой половине 25-го года по геймпассу. Итак, я постарался собрать наиболее полный список игр, которые известны на данный момент, и которые будут доступны по геймпассу с первого дня выхода на Xbox. Безусловно, это далеко не полный список того, во что мы будем играть в следующем году. У команды бокса есть много сюрпризов, которые еще не раскрываются, которые не анонсированы, так как еще слишком рано. Но уже сейчас количество игр по подписке на следующий год выглядит, ну, очень внушительным. Только от внутренних студий уже около 6 достаточно крупных игр нас ждет на следующий год. Если я что-то упустил, то пишите и добавляйте игры в комментариях, уверен, многим будет интересно посмотреть и на другие релизы, которые я, возможно, каким-то образом упустил. В данный момент я насчитал уже 32 игры, а следующий год еще даже не настал. Пишите в комментариях, что вы ждете сильнее всего, я, наверное, больше всего жду новую Fable. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным, и помогло подчеркнуть для себя какие-то новые проекты. Спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь и до встречи в новых видео и стримах. Пока-пока.